Время новостей на телеканале Север, в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Плюс три. В Янецком округе выявлены новые случаи заражения COVID-19, в том числе у одного жителя села Несь. Все трое заразились через контакт с пациентом, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию в терапевтическом отделении. Режим сезонного обновления. На транспортных артериях заполярной столицы стартовали дорожные работы. Наносится разметка, ведется ямочный ремонт. В Янецком округе названы имена победителей регионального этапа конкурса «Семья года». В нашем эфире расскажем о том, как быть любящими супругами, умело совмещать родительские обязанности и работу. Плюс три. В Янецком округе выявлены новые случаи заражения COVID-19, в том числе у одного жителя села Несь. Добавлю, что все трое заразились через контакт с пациентом, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию в терапевтическом отделении. Один из них сидел дома на самоизоляции, второй уже находился в специализированном инфекционном отделении, третий в отделении, закрытом на карантин, пояснили в окружном профильном департаменте. Таким образом, на утро пятницы 22 мая в регионе зафиксировано 62 случая COVID-19. Выздоровело 26 человек, в том числе 19 только за прошедшие сутки. Лечение в стационарных и амбулаторных условиях проходит 36 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. В специализированных отделениях Ненецкой окружной больницы 13 человек с COVID-19. Амбулаторно на месторождении имени Титова проходит лечение 3 человека. На Варандее – 19. На самоизоляции в домашних условиях. В Наринмаре и поселке Искателей находятся 400 человек. В обсерваторе – 9. Снято с контроля 708 человек. За прошедшие сутки – 32. Под наблюдением медиков на месторождениях находится 124 человека. В том числе на Варандее – 97, на месторождении имени Титова – 27. С начала пандемии в Центре гигиены и эпидемиологии Ненецкого округа проведено более 2400 исследований на коронавирус за последние сутки 84. В целом по стране за минувшие сутки выявлено порядка 8900 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. В том числе 42% как контактные без клинических проявлений болезни. С начала пандемии в России заболели свыше 326 тысяч человек. Число выписанных пациентов приблизилось к 100 тысячам. В продолжении выпуска информации о паводке. На Печоре ледоход закончился. Редкий ледоход отмечается на правобережных притоках. Происходит вскрытие рек Большеземельской тундры. В связи с прохождением высокой половодной волны на Печоре наблюдается разлив воды на пойме у населенного пункта Великовисочное. По данным гидрологического бюллетеня, на 16 часов 22 мая уровень воды в Великовисочном достиг отметки 850 сантиметров. Напомню, с четверга в муниципальном образовании введен режим ЧАЭС. На 14 часов уровень воды в Оксино составляет 721 сантиметр. Добавлю, что неблагоприятной отметкой для населенного пункта является 740 сантиметров. В Харутена-Адзве отмечается редкий ледоход. Уровень воды достиг 931 сантиметра, что превысило неблагоприятную отметку. В муниципальном образовании Хасида-Хардский сельсовет введен режим повышенной готовности. В Харивире уровень воды составляет 983 сантиметра плюс 77 сантиметров. Редкий ледоход. В Нарьинмаре 503 сантиметра плюс 2 сантиметра чисто. По информации Объединенной гидрометеорологической станции Нарьинмара, формирование максимальных уровней на Печоре на участке Йормица-Нарьинмар ожидается 23-26 мая. При этом, по прогнозам, уровень воды в Оксино может достичь неблагоприятной отметки. Отчитались о работе. Фонд обязательного медицинского страхования представил депутатам окружного собрания информацию об исполнении своего бюджета за 2019 год. Финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования проводилось в соответствии с программой государственной гарантии оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2019 год. В системе обязательного медицинского страхования в 2019 году осуществляли деятельность 13 медицинских и одна страховая организация. Кроме ежегодного отчета, который заслушали депутаты, члены комиссии поинтересовались, как проходят выплаты врачам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. Есть два постановления правительства, которые сегодня действуют и приняты на оригинальном уровне, список расширен. Что касается двух постановлений правительства, это 415, я по номерам их скажу, и 484. 415 это где в процентном соотношении от средней зарплаты по категориям, которая была самая первая принята, там в нем фраза, о чем вы говорите, да, за фактическое отработанное время она осталась. То есть в любом случае вот по этому постановлению то время, которое отработает медицинский работник, она учитывается. Во втором документе, регламентирующем эти выплаты, согласно постановлению президента, фразу о почасовой оплате убрали. Таким образом, окружным медицинским работникам был произведен перерасчет. По словам Сергея Свиридова, 17 мая медики получили положенные выплаты. Если человек работал в апреле, там, одну минуту, час, месяц, они получат одинаковую сумму все. И, ну, относительно-то несправедливо, конечно, кто отработал месяц и кто отработал час, получат одинаковую сумму. Но было такое решение принято, подкорректировали. По-первыхому, учитывается фактическое отработанное время. Кроме того, при обсуждении вопросов здравоохранения, окружные депутаты обратили внимание на усиление контроля за качеством предоставления медицинских услуг. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север. Транспортные артерии из-за полярной столицы перешли в режим сезонного обновления. О плановых ремонтных работах, а также о сроках проведения в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Отсутствие повреждения дорожных знаков, занижение обочин по отношению к дороге, ненормативное содержание пешеходных переходов, вывоины. И это далеко не весь список нарушений, которые выявили сотрудники окружной госавтоинспекции. В ходе проведения мероприятия профилактика были выявлены нарушения в эксплуатационном состоянии автомобильных дорог регионального и местного значения. По итогам обследования в адрес владельцев дорог и дорожно-эксплуатационных организаций будут опять предписаны на устранение выявленных недостатков. Также по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автомобильной дороги по улице Колмыково возбуждено административное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Однако местные дорожные службы уже работают в полную силу. К примеру, сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Чистый город» уже устраняют аварийные участки автомобильных дорог. На данный момент проводятся работы по устранению аварийной ямочности, работы проводятся с использованием литой асфальтобетонной смеси, с использованием рециклера на базе МТЗ. Отремонтированы уже участки автомобильных дорог по улице Заводская, Пионерская, а также пересечения Черного-Ненецкая, Оленная. На данный момент сотрудники Наринмар «Дориемстрой» занимаются обновлением разметки по городу, а также ремонтом ям в асфальтно-бетонном покрытии. Город открасили практически на 90%. Пешеходные зоны, севые разметки. Таламайская, Ленина, Лучейского, Тонзейского, Октябрьская. Сейчас в связи с погодой будем переходить уже на искатели, на вилот. В этом году казенное учреждение «Централизованный стройзаказчик» планирует реконструкцию дороги Наринмар-Искателей, а также ремонтные работы на участке от улицы Рыбников до улицы «60 лет СССР». По Наринмар-Искатике для настоящее время ведутся работы по переустройству линии электроснабжения и прокладки электрического кабеля. По остальным работам, по устройству велотротуаров, подрядчик приступит со второй декады июня. На Харягинском у нас два объекта. Капитальный ремонт моста через реку Колова и ручей Безымянный. Ну и строительство автомобильной дороги Наринмар-Усинск. Первый участок. Первый, второй, третий этап. Что касается участка дороги в поселке Красное, то на сегодняшний момент работы приостановлены в связи с погодными условиями. Возобновление работ запланировано на июнь. В планах произвести асфальтирование покрытия, нанесение разметки, установку дорожных знаков и озеленение. Наталья Дуркина, Антон Водряков, Телеканал «Север». В окружной столице провели осмотр площадок, предназначенных для выгула и дрессировки питомцев. Представители власти, профильного департамента, а также кинолог выдвинули предложение по улучшению строений. Подробнее расскажет Ирина Никешина. Ирина Калинина по профессии кинолог. Женщина собирается открыть клуб любителей собак. В планах у Ирины заниматься здоровым воспитанием питомцев на специализированных площадках с помощью их дрессировки. Собака – такое существо, например, просто прогулка по улице собаки. Ей недостаточно, чтобы она была в нужной физической форме, чтобы собаки дома не течали. Им надо нагрузку, как человек. Вы же ходите в спортзал, а не просто ходите по улице. Много выставочных собак, которые здесь привозят, и они просто деградируют. Физиологически они мышцы атрофируются, они уже не смотрятся на выставках. Собака, пожив здесь два года, она не выставится ни на одной выставке в России. Потому что ее внешний вид будет не соответствовать ее стандартам. Спортивная форма, да? Да. Для этого нужна обязательно дрессировка. В настоящий момент на территории города расположены две площадки для выгула животных со спортивными снарядами. Однако опытный кинолог высказал ряд предложений по улучшению строений. У нас очень важно не только органы власти здесь присутствуют. Здесь присутствуют общественники, которые готовы создать здесь клуб любителей животных, и которые бы со стороны общественности и со стороны любителей животных нам бы подавали все те вопросы и коммуникации у нас были с людьми, которые содержат животных на территории города. Профильный департамент, курирующий вопросы, связанные с животными, разработал памятку по уходу за домашними питомцами. Одним из вопросов, который подняли в памятке специалисты, касается своевременного устранения отходов жизнедеятельности питомцев. Главная идея – донести до хозяев, что данная процедура естественна, и ничего постыдного в этом нет. Значит, нами была разработана палочка, которая была развешана в местах общего пользования, именно с указанием правил содержания домашних животных, а также упоминалась либо об ответственности со стороны граждан. Поэтому на сегодняшний день мы планируем провести в июне месяце совместную акцию с городской администрацией, с участием жителей, с участием депутатов городского округа, именно для популяризации чистоты нашего города, благоустройства, чтобы действительно с каждым днем наш город становился все чище и чище, а также приучать наших граждан к правилам содержания домашних животных. Добавлю подробную информацию об акции, можно уточнить в Департаменте внутреннего контроля и надзора Ненецкого округа. Ирина Никешина, Наталья Дуркина, Антон Вудряков, Телеканал «Север». В Ненецком округе назвали имена победителей регионального этапа конкурса «Семья года-2020». Всего в нем приняли участие семь семей, из них лучшими стали четыре из Наринмары и Тельвиски. О том, как быть любящими супругами, умело совмещать родительские обязанности и работу, а еще проявлять творчество и делиться им с другими, расскажет Мария Даник. Я иду и пойду, и до севера дойду. Ой, цветочки. Эту постановку по мотивам Ненецкой сказки «Бурый медведь и белый медведь» в семье Коваль подготовили во время карантина. Вообще, в обычной жизни Екатерина, Евгений, а также их трое детей выступают на сцене. Идея создания семейного театра «Родник» проста – привлечь детей к совместному творчеству. Дети – они мотиваторы. Когда ты один, то ты расслаблен. А дети, они толкают к тому, что нужно двигаться вперед, нужно заниматься саморазвитием. Потому что, когда ты развиваешься сам, ты передаешь это своим детям, и они с тобой вместе развиваются. Средний ребенок в семье Коваль – Павел, автор произведения одной из постановок. Уже в столь юном возрасте мальчишка написал сказку и стал главным героем спектакля «Айкино желание». Про путешествие маленького белого медвезонка. Айка желал, чтобы была радуга, но в его полях бывает только северное сияние. Семья Коваль выступает не только в городе, но и гастролирует по селам Ненецкого округа. Мне еще понравилось больше «Зеркало души», где я выступал в Тельвиске. Там мы выступали. Мне еще понравилось в деревне выступать вот с этим же спектаклем. И мне понравились другие спектакли, которые мы с вами видели. За творческий подход к жизни семья Коваль удостоилась победы в номинации «Сохранение традиции». Лучшей сельской семьей признаны Татьяна и Эдуард Финашина из села Тельвиска. На конкурс они предоставили видеоролик, в котором исполнили песню на мотив музыкального произведения «Все хорошо, прекрасная маркиза». Муж, да, мой, наш папа, получается, занимается художественной самодеятельностью. Он является участником театрального коллектива «Премьера», хора русской песни «Тельвисочная кружева». И является участником образцового ансамбля «Лошкари и Ладушки». Я тоже занималась художественной самодеятельностью, но пока взяла небольшую паузу, ребенок маленький, пока совмещать не получается. Но тоже спела в хоре хор русская песня «Тельвисочная кружева». И являлась участником художественной самодеятельности театрального коллектива «Премьера». В номинации «Золотая семья» победили Александр Галины Чуклины, а в номинации «Молодая семья» Сергея Светланы Железновой. В целом, признаются организаторы конкурса, выбрать четырех победителей было непросто. Уровень высокий уже, потому что очень-очень много заслуг у семей. У многих большой стаж, поэтому они уже имеют большой опыт. Больше, наверное, цепляло жюри – это видео. Потому что у всех конкурсантов практически были видеоматериалы, и это очень мило, когда вся семья в сборе, особенно когда маленькие дети в видео фигурируют, и у жюри было много-много умилений. Далее победители регионального этапа ждет участие во всероссийском конкурсе, который пройдет в Москве. Имена лучших огласят осенью. Мария Даник, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Сегодня Православная Церковь отмечает День Николая Чудотворца. Праздник имеет множество других названий – Никола летний, Вешний, Никола с теплом и Травный день. На севере Николай угодник стал одним из самых почитаемых святых. Он считается покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов, торговцев и мореплавателей. С праздником связано немало обычаев и обрядов. Что же, согласно традициям, нужно сделать в этот день, расскажет Екатерина Дементьева. В народно-христианском календаре есть два праздника, которые называют Николиным днем. Один из них, Никола Зимний, отмечается 19 декабря, в День смерти святого. Второй праздник Никола Вешний или Никола Летний отмечается 22 мая в память о перенесении мощей святителя Николая из Мирликийских в Баре в 1087 году, находящийся в Италии. Французский путешественник Делла Мартиньер посетил северные наши земли. Он был поражен тем, что в каждом доме был образ Николая Чудотворца. И поэтому николаистами просто прозвал всех, кто проживает на севере. И вот это закрепилось в западных странах. И это стало нарицательным таким. То есть николаистами стали называть русских людей, тех, кто живет на севере. Православные очень ждали этот день и старались соблюдать традиции. Утром ходили в церковь, после чего топили баню, ведь считалось, что вода в этот день обладает целебными свойствами. Например, чтобы быть счастливым весь год, устраивали ритуальные обеды. Обязательно надо было накормить бедных коллег и бродяг. Только после этого устраивали большой обед для своих родных. Хозяйки с самого утра принимались за генеральную уборку дома и приусадебной территории. Николай Чудотворец является покровителем влюбленных пар. Поэтому молодые девушки на заре 22 мая молились святителю о том, чтобы он даровал им встречу со второй половинкой. Незамужние девчата просили, чтобы Николай послал им хорошего мужа – щедрого, красивого, работящего, смелого и доброго. Николая Угодника особо чтят моряки, поскольку, согласно легенде, святой сумел усмирить своей молитвой бурное море. Никола Вешний как раз его почитали как морского бога у нас на севере. И поморы, и печорцы, потому что именно 22 мая, если повезет уже, что вскроется печора, начиналась навигация. Выходили на судах морских и никогда ничего не боялись, поскольку знали, что у них такой заступник есть, как Николай. Его икону либо ставили в нос, либо на ушку их ходили, по рекам, на кочах, на больших судах ходили. И либо вырезали, были резные иконы. Кроме того, святой оберегал и животных. В ночь на 22 мая все владельцы лошадей и овец выгоняли свою скотину в поле, ее досыто кормили. Затем по периметру Большого поля разжигались костры, а после начиналось настоящее гулянье с плясками, песнями и веселыми играми. Екатерина Дементьева, Любовь Перемякова, Владислав Ткачев, Антон Выдряков, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания Полар Транс. Я же с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы. Продолжение следует...